Своим примером мы сегодня покажем нашим детям, как нужно любить природу, охранять её богатство, заботиться о том, чтобы и в будущем нашим детям достались те богатства, которыми пользовались мы. Больничные пруды в Балакове привели в порядок. На территории установили лавочку, урны для мусора, а также таблички для отдыхающих с просьбой не сорить. Все работы проводились в рамках субботника, который стал частью проекта партии «Единая Россия. Чистая страна». Инициатором этого мероприятия стал Балаковец, которого взволновала судьба старейших городских прудов. На больничных прудах сложилась катастрофическая экологическая обстановка по причине огромного человеческого влияния. Береговая линия замусорена. Отсутствовали лавки, отсутствовали урны. То есть человек, даже если бы хотел выбрасывать мусор, он бы не мог реализовать свое благородное чувство. Я решил обратиться с этой просьбой к главе городского округа Роману Сергеевичу Ирисову. Он откликнулся. Я был очень удивлен. Он очень активно откликнулся. Мы создали план. Откликнуться на призыв молодого человека поспешили городские депутаты и активисты молодой гвардии. Они решили также выпустить в больничные пруды маленьких годовалых толстолобиков. Берег этого водоема обрывистый, поэтому организаторы собрали специальную конструкцию для бережного запуска рыбешек в воду. Очень приятно, что на такую акцию откликнулись учреждения абсолютно бесплатно. То есть бесплатно нашлись лавочки, бесплатно нашлись урны. Мы обратились к компании «Плиткин двор», которая выиграла конкурс по городу, по установке МАФ. Презентовали вот эту акцию. Они нам без проблем говорят, мы готовы тоже поучаствовать. Вот они шесть урн выделили. Мы их установили вдоль аллеи, вдоль озера. Я думаю, что действительно необходимым было. 43-е училище мы попросили по лавочкам поучаствовать, без проблем пошли навстречу. Другие ребята там изготовили таблички, чтобы не мусорили. Когда такие хорошие положительные мероприятия, они вокруг этого мероприятия объединяют людей. Рыбок вырастили в Тёпловском рыбопитомнике, откуда они попали в городские пруды. Специалисты отмечают, что именно толстолобик является важной и незаменимой породой рыб, которая служит естественным миллиаратором. Отметим, что в ходе акции 80 тысяч мальков обрели новый дом. Мероприятия по зарыблению прошли также на озере Ленёво и реке Балаковка. Здесь мальков в воду выпустили сотрудники балаковского филиала АО «Апатит». Акция проходила в рамках семейного заводского праздника, приуроченного к Дню защиты детей. Кстати, это предприятие и выступило спонсором зарыбления. Толстолобик на территории Саратовской области не воспроизводится. Он не оплодотворяет икру, он не осуществляет выбросы, поэтому рыбы только искусственно заселяются во все водохранилища Саратовской и Волгоградской областях. Дело в том, что толстолобик очень замечательный миллиаратор. Пропускает через себя взвешенные частицы, скажем так, верхней травы, пропускает, фильтрует и в итоге получается достаточно чистый водоем. Что способствует замечательным условиям отсутствия цветения воды, отсутствия порослей. Это естественный фильтр, это вместо тех фильтров, которые бывают обычно в хозяйственных целях, то есть это естественный биоресурс, который фильтрует воду непосредственно в водоеме. Участники акции надеются, что после зарыбления водоемы станут чище, а территория вокруг больничных прудов станет прекрасным местом отдыха горожан. Мы рады, что сегодня много детей сюда пришло с родителями, со своими, что выступают, поддерживают день защиты детей. Мероприятия так и проводились почаще, и они приносят пользу, и радость детям, которые здесь присутствуют. И здесь теперь парк преобразился, здесь прекрасно пребывать, можно загорать. Люди, кто приболел, могут сюда выходить, и у них эмоции будут более положительными, они быстрее восстановятся, быстрее станут здоровыми. Печально, что не все наши горожане откликнулись на наш посыл в интернете, и, к сожалению, не так много молодежи пришло сегодня на это мероприятие. Осталось дело за самими отдыхающими, которые должны проявить ответственность, бережно относиться к природе и не бросать мусор на берегах водоемов.